В этом видео хочу поделиться мнением по поводу дифференциального привода соосных винтов. Вопрос возник у зрителя, и я решил более подробно рассказать об этом устройстве. Есть на YouTube два видео. Ссылки на них найдёте в описании. На одном показан привод через зубчатый механизм с внешним зацеплением. На втором через дифференциальный механизм. Несколько слов по поводу обычного зубчатого механизма. Для тех, кому хотя бы немного понятна техника, очевидно, что привод через промежуточный вал будет осуществлять вращение в противоположном направлении по сравнению с тем случаем, когда этого вала нет. Основная задача подобрать шестерни так, чтобы скорости винтов по модулю были одинаковы. Думаю, для большинства зрителей, знакомых с расчётом передаточного отношения, не составит труда. Если кто-то хочет потренироваться в этом деле, то подробности о расчёте передаточного отношения в одном из видеоканала. Все ссылки смотрите в описании. Дело в том, что когда заходит разговор о дифференциальном приводе, возникает вопрос, будет ли он работать. Мнения здесь разделяются. Кто-то говорит да, кто-то нет. Сейчас поделюсь своим мнением по этому вопросу. Первое, что необходимо отметить, в варианте с внешним зацеплением использован механизм с одной степенью свободы. Это значит, что вращая входной вал, однозначно задаются скорости всех звеньев. То есть для анализа кинематики достаточно знать кинематические параметры. Если кто-то помнит шпаргалку по планетарной передаче, она существует в двух вариантах и её можно скачать. В ней упомянуто 5 режимов работы. Первые 4 связаны с остановкой одного из звеньев или блокировкой двух любых звеньев между собой. Эти варианты представляют собой механизмы с одной степенью свободы. Пятый вариант – это дифференциальный механизм, имеющий две степени свободы. Глядя на рассматриваемое видео, становится очевидно, что представлен пятый вариант. То есть вращаются все звенья, механизм дифференциальный, имеет две степени свободы. Поэтому необходимо забыть о четырёх режимах и рассматривать пятый. Кстати, на канале и на этот счёт есть видео. Когда вопрос заходит о дифференциалах, интуиция и здравый смысл не всегда могут помочь. Здесь нужно применять научный метод. В некоторых комментариях под рассматриваемым видео есть фразы типа «Так работать не будет, одно из звеньев надо остановить». Но ведь межколёсный дифференциал в автомобиле замечательно работает и без остановки одного из звеньев. Чтобы проникнуться темой дифференциалов, загляните в соответствующий плейлист. Здесь необходимо использовать уравнение Виллис. В нём три неизвестной величины – это скорость из звеньев. Передаточные отношения можно найти, посчитав число зубьев. Глядя видео, можно заметить, что корона и водила вращаются в разные стороны одинаково медленно. А Солнце значительно быстрее в сторону водила. Значит, корона и водила соединены с винтами. Их скорости имеют противоположное значение. Таким образом, разделив все члены уравнения Виллиса, например, на скорость короны, получаем… Как видно, отношение частоты водила к частоте короне равно минус единица. Откуда передаточное отношение от Солнца к короне будет равно два передаточных отношения минус единица. Понимая, что передаточное отношение имеет отрицательное значение и больше единицы по модулю, можно сделать вывод, что корона и Солнце должны вращаться в разные стороны. А корона будет вращаться медленнее, чем при остановленном водиле. Можно то же самое проделать для передаточного отношения от Солнца к водилу. Положительное передаточное отношение свидетельствует о том, что водила будет вращаться в противоположную сторону от короны с той же скоростью. Кинематическая возможность реализации данного режима доказана. Подождите, это еще не все. При доказательстве использовано утверждение о том, что корона и водила вращаются с одинаковой скоростью. В общем случае, это не обязательно будет так. То есть, в дифференциальном механизме необходимо задать скорости двух, а не одного звена, чтобы все его звенья имели однозначную скорость. А в том случае, если скорость задана только для одного звена, как в нашем случае, приходится учитывать силовой фактор. В дифференциальном и планетарном механизмах соотношения моментов, действующих на звенья механизма, имеют фиксированное значение вне зависимости от частоты их вращения. При действии таких моментов скорость звеньев будет постоянной. Если прикладываемые к звеньям моменты не соответствуют показанному распределению, то скорости звеньев начинают изменяться до тех пор, пока моменты не изменятся в соответствии с заданным соотношением. Что из этого следует? Если винты имеют одинаковое сопротивление вращению, то моменты короны и водила будут относиться как один к одному, а не как надо. В таком случае скорость короны будет ниже, чем у водила, настолько, чтобы соотношение моментов уравновесило механизм. Поэтому для того, чтобы винты имели одинаковые скорости, необходимо, чтобы они создавали разные моменты сопротивления вращению. Теперь определены условия, при которых может быть осуществлен показанный видеокинематический режим. Если остались вопросы, пишите в комментариях.